У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Подбухиваешь 36 182 рубля ваш долг, который обязана, должница обидеть на счет кредиторов. Мое слово «должница» звучит красивее, чем слово «алкоголичное». Ваши действия для того, чтобы прекратить употреблять спиртные напитки? Это же наркология впоследствии. Ты в курсе? Вы меня знаете лично, чтобы со мной разговаривать на «ты», так я напомню, ни один должник этого делать не будет. Если ты работаешь в МВА-финансе, там одна пьянь, дрянь, грязь, гонь. Не спирите, не спирите, не надо, не нервничайте, нужно решать проблему, которую у вас имеют. Не нужно, не нужно. Слова путать, не надо слова путать, Елена Равилевна. По-моему, ты у тебя в голове уже запутался. Слова не путайте, давай просто отвечайте. Ваши действия для того, чтобы оплатить долг. Адекватный, более веселый, более динамичный. Но вы можете порекомендовать это делать вашим сожителям. Ты ничего не можешь порекомендовать, ты только своему сожителю порекомендовать можешь. Трудоустраивайте, пусть они для вас зарабатывают, чтобы ваши долги были подбашены. А также, дети из своих можете привлечь к работе. Ты пытаешься самореализоваться, потому что кто по тебя в хрен не ставит, знакомый друг к тебе уже запутся. И только по телефону, ты хочешь себя преподать в 97-го года рождения. Имеет статус должницы. Вас ничто не смущает? Который пытается поговорить что-то. Уважающий себя любой человек, он просто-напросто не допускает статус должника к себе близко. Да, вот именно, я вообще еще поесть возможность, а данного статуса, избавиться. Давай, избавляйся. И избавь свой мир. Ну так избавьтесь, вы, я думаю, что это будет очень-очень полезный долг. И избавить этот мир от своего председателя. И вы должны делать это о вашем долге. А вот как-то я вижу, вы не в полном объеме. Алло. Да. Здравствуй, Макуспел, коллекторская агентства из Деколлект. Меня зовут Родина Витта Валерьевна. Идется запись телефонов разговора. Ага. Ольга Васильевна. Да. Слушай, Витка, а там у вас всего два человека работают, да, на весь Деколлект? Нет. Нет? Мне кажется, у вас всего двое. Зато рождение для администрации личности. Ой, зачем она вам нужна? Вы должны довериться в том, что это действительно вы. Ну, конечно, я. Я-я-я-я-я-я-я. Нарушитель. Вы 30 октября же называли? 30 октября? Ну, неправда. Ну, такого не может быть. Ну, вы меня вводите в опустение. Путем предоставления заведомо ложной информации о том, что я когда-то там что-то называла. Я хитрая, я умная. Я ничего не назову. Хорошо, ожидайте, что там в опусте удобно. Ну, пока-пока. Важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да, Лав. Здравствуйте, компания Баофинансовая. Специалист Зевков Владимир Валерьевич ведет сюда пись разговора. Беляра Равелев, наверное. Да. Вот имеются неисполненные финансовые обязательства с компаниями кредита 29 января текущего года. Я не могу выносить твой голову. 36 тысяч, 201 руб. Не нравится. Сидите и сегодня, 29 ноября, и платите. А то вам все не нравится. Петухи распетушились, а подраться не решились. Если много петуши, то можно перышек лисыться. Можно перышек лисыться. Вот детям в будущем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Светлана Михайловна, это вы? Я. Меня зовут Кирилл Борисович. Я сидел в доске в надыскании, Банк Восточный Экспресс. У вас имеется непогашенная зло, что марки по кредиту. Если вы семья уже находите на просрочке, а по какой причине не оплачиваете, что у вас случилось? Тебя не пугает, да, не беспокоит, что сейчас в 5 утра. Что еще раз? В 5 утра тебя не смущает? Ну, во-первых, у тебя, а вас. Во-вторых, у вас по время сумки сейчас, по местному. У меня 5 утра. 5-0-9. 5-0-9, у вас сейчас. Раньше поступали, как и такое ранее вам? Нет, раньше не поступали. Раньше не поступали. Одну секунду. Заявку, получается, заставил вам, чтобы в таком времени поступали опять-таки. Вопрос в другом. 78 евро не оплачиваете по кредиту. По какой причине, с вами правило? По причине того, что не хочу. Не хотите? Ага. Хорошо. Чем связано ваше нежелание тогда? С моим нехотением. А это серьезно? Серьезно. Объективно, то есть причем, назовите меня? Нежелание и нехотение. Все ясно, в общем-то. Человек с у вас за погашение должностей, с вами что-нибудь не вставляет сумма. Одну секунду. Ровно. Ты поговори, я поспорю, ладно? 22 тысячи рублей. Я телефончик рядышком положу, могу музыку тебе включить. Будешь слушать музыку? Ты сто любишь слушать. Плачу данную сумму, ты завтра, а сегодня? Маску включим. Слушай, давай с тобой знаешь, что послушаем. Сектор газ, давай. План Григорьевна, будешь идти на свободе завтра или сегодня опять-таки? Да мне неинтересно. Со своим халатным отношением вы можете к другому человеку обратиться. Че-че-че? На вопросы отвечаете в серьезном порядке. В серьезном порядке отвечать на вопросы? Да, да, да. Ну что будет, если я буду несерьезно отвечать? Несерьезно отвечать опять-таки, то, что касается вашей денежной возможности. Что будет, что произойдет, если... В дальнейшем, в дальнейшем... Диалог я буду строить несерьезно. Серьезно производство. Ну что? Поэтому поедете, прекращайте опять, и давайте говорить нормально. Нет. Приветствую вас, уважаемые подписчики. Диалог пришлось обрезать, потому что YouTube не пропустил с песней Сектор Газа. Но хочу вам сообщить, что ссылка на дискорд нашего канала в описании к ролику. Аля. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Первый освободившийся специалист вам ответит. Пожалуйста, оставайтесь... Алло. Добрый день, Юлия Петровна. Да. Меня зовут Рыбникова Лизавета Михайловна, микрокредитная компания Платиза.ру. Оооо, все разговоры записываются. Ооо. 269 рублей. У вас 266, не просрочки. Угу. Как будете ходить в ситуацию? Я буду ходить и петь. Ооо. Ооо. А вообще никак. Вы здоровы? Я, да. Вроде не здоровы. Вы доктор? Оху. А что платите тогда работаете? Не взяли в поликлинику у вас? Не теряйтесь. Что? Доктор. Я не теряюсь. По какой причине допустили такую длительную просрочку? По причине того, что я не хочу оплачивать. А зачем вы тогда брали займ, если вы не хотите его оплачивать? Я проглазал займ с целью того, чтобы у меня в кошельке находились денежные средства. Ну, вы подсосы, например, говорили? Ну, 26-го, например, говорили, что вы брали займ, чтобы купить бусики себе. Так бусики-то я купила, но денежки-то в кошельке у меня. Я каждое утро у них спрашиваю, денежки хотите в палатизу пойти? Ооо. А они мне говорят, что не хотят. Сидят в кошелечке, душу греет кошелечку и мне. Ооо. Не вздыхайте. Девушка, коллекторша, докторша. Да, отказываюсь. Я говорю... До свидания. Ооо. Пока. Алло. Алло. Да. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Йоука. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Подскажите, пожалуйста, Вячеславовна, с вами беседуемо? Да. Вы Елена Вячеславовна? Да. Елена Вячеславовна, это из компании «Верест» вам позвонили. Меня зовут Андреева Яна Александровна, все разговоры у нас записываются. Угу. По вопросу вашей задолженности. Перед компанией «Метрокредит» у вас есть нерешенный вопрос. Вы знаете об этом? Конечно, знаю. Так, а вопрос вы планируете это решать? Нет. Почему? Ну, я знаю, что не надо ничего решать. И так все пройдет гладко. Серьезно, полагаете так, да? Да я сама коллектором год в Авересте отработала. Я же понимаю, что ничего не будет. Сейчас позвоните. Давайте начнем с того, что Вячеславовна. Как это? Эту девушку я знаю даже по голосу. Это не вы. Зачем вы ей представляете? А почему нет? Она вам личные средства оплатила, чтобы вы ее интересы представляли, да? И вот занимались, скажем так, шумцами подобного рода, да? Я так понимаю. И вас по голосу я узнала. Мы не первый раз с вами общались. Да. Правда, вопросом общались. Да. Да чем вы мне за это меня слушаете? Ну, видимо, Елена Вячеславовна с вами, видимо, очень хорошо подружилась. И даже после того, что вы готовы ей помочь в таком вопросе, да? Вы знаете, как Гагарина работает с Агентством Эверест, да? Уже кало на меня переадресацию ставят. Причем бесплатно. Гагарина работает бесплатно. Я вас, конечно, не поправляю. Если необходимо, давайте все на меня переадресацию. Будем друг другу названивать. Вот от чего жизнь дошла, да? Понятно. В общем, я поняла, с кем я веду беседу. Да, я вас узнала. В общем, Елена Вячеславовна, привет. Вам всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.